Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Краснодарскому краю 82. Ко дню рождения региона в Сочи подготовили необычную открытку. На границе задержан автомобиль с сигаретным тюнингом. В машине спрятали более 800 пачек сигарет, орган и гитара. Необычный дуэт услышат зрители Международного органового фестиваля. Свободный полет над ущельем в Сочи пройдет ежегодный фестиваль бейс-джампинга. К Краснодарскому краю 82 года. Основные торжества в честь региона сегодня прошли в Краснодаре. В музыкальном театре выставлены экспозиции отраслей экономики, стенды образования, культуры, здравоохранения. Все они наглядно рассказывают о достижениях Кубани. О перспективах, инновациях, планах на будущее говорят и в зале. Многонациональный уверенный и сильный край готов двигаться вперед, заявил со сцены глава региона. Вениамин Кондратьев подчеркивает, что краю есть чем гордиться. Рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, но главное – это люди. Мы живем в уникальном, удивительном крае. Вы задумайтесь, вот сегодня мы можем признаваться в любви к нашему большому дому, нашему краю и осознавать, какую роль он играет в нашей жизни. Нам очень повезло, что мы живем в этом удивительном, уникальном уголке России. Многонациональном, развивающемся, крепком, сильном. Принцип нашего края – движение только вперед, не отказываясь от своих корней. Мы помним наших предков, мы их чтим, храним память о них, о наших казаках, тем, которые подарили нам Кубань. И мы прекрасно понимаем те заповеди, по которым жили они, и сегодня должны жить мы. Это жить по совести, работать честно и делать все, чтобы Кубань стала еще более развивающейся, более богаче, еще больше достигала высот во всех отраслях экономики и сферах жизни. А мы хотим сегодня жить в комфортном, благоустроенном, безопасном, светущем крае. Давайте его такими делать. Мы это сможем. Других сынов и дочерей у нашей Кубани, у нашего края нет. Мы с вами и есть. С праздником, с днем нашего Краснодарского края. Спасибо. Поздравить край с 82-го годовщиной. Приехали гости со всего региона, из России и зарубежья. Все, кто связан с Кубанью и не забывает о малой родине, говорят теплые слова о регионе. Губернатор вручил государственные, правительственные и региональные награды. Звания Героев труда Кубани. Вениамин Кондратьев вручил члену Совета Федерации Владимиру Бекетову, для которого это уже вторая медаль олимпийской чемпионки. Ирине Караваевой, председателю Краснодарской краевой организации «Инвалидов Юрий Третьяку», управляющему крестьянского хозяйства Николаю Чалому, продолжились торжества праздничным концертом. На сцене лучшие коллективы края. Выступления были разделены по темам сельское хозяйство, промышленность, здоровье, культура и образование. В Сочи большой праздник, приуроченный ко дню рождения края, прошел сегодня на площади городского собрания. Там развернулись выставки мастеров и учащихся художественных школ. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству или сделать памятную фотографию в тематической фотозоне. На сцене выступили городские творческие коллективы. Свои номера представили также школьники и воспитанники детских садов курорта. А еще сочинцы подарили Краснодарскому краю цветы, прикрепили их к большой карте региона. В «Здоровой семье, здоровые дети» по таким девизам в Сочи стартовал фестиваль «Кубань спортивная». Он приурочен ко дню рождения Краснодарского края, который отмечается сегодня. В Сочинском парке, который был заложен в честь 80-летия Краснодарского края, собрались более 2000 юных сочинцев и их родителей. Фестиваль «Кубань спортивная» проводится второй год подряд. На этот раз в нем участвуют школьники из всех районов Сочи. В программе и состязания, и конкурсы. Семейные команды отжимались, прыгали на скакалке, играли в футбол, вспоминали олимпийские виды спорта, а еще проходили спортивные квесты. Задача участников – набрать максимальное количество баллов на тех или иных этапах. И на самом деле участники все радостные, все довольные. Это какие-то нестандартные этапы. Это какие-то элементы такой нетрадиционной двигательной активности. Это какие-то элементы ГТО, спортивная викторина. И по завершению праздника мы подводим итоги и награждаем сильнейших. Девиз спортивного фестиваля «В здоровой семье – здоровые дети». Задача – привлечь к здоровому образу жизни еще больше горожан. И помочь семьям стать настоящими командами не только на турнире, но и в жизни. К другим новостям. В Абхазии проверили стрессоустойчивость российских военнослужащих. Для этого бойцам надо было преодолеть 300-метровую психологическую полосу. В рамках плановой боевой подготовки более 2000 военнослужащих российской военной базы преодолели свыше 20 препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы. Параллельно надо было вступить в бой с условным противником, укрыться в окопе под проезжающей бронированной техникой и поразить ее гранатой. Часть препятствий ей были впервые включены в маршрут, как дополнительные испытания, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Слаженность действий бойцов в нестандартных ситуациях предстоит проверить и в ходе двусторонних тактических учений. А на границе с Абхазией задержан автомобиль с сигаретным тюнингом. В машине перевозили более 800 пачек сигарет. Внимание, таможенников привлек водитель автомобиля Черри, прибывший рано утром из Абхазии. Он чересчур нервничал и спешил. Машину отправили на осмотр. Там и обнаружили тайник, специально оборудованную скрытую полость. В загерметизированной нише за бампером, а также внутри него были спрятаны сигареты. 87 блоков, это 870 пачек. Водитель, неработающий 24-летний житель Абхазии, пояснил, что сигареты перевозил за вознаграждение по просьбе незнакомых людей, которые сами спрятали блоки в его машине. Незаконный товар и автомобиль изъяты. Подразделением миграционной службы России исполнилось 300 лет лучших. Кубанских сотрудников ведомства чествовали в Краснодарской филармонии. Со сцены их поздравил глава Кубани. Миграционная служба влияет на все сферы жизни региона, отметил Вениамин Кондратьев. По словам губернатора Краснодарского края, Кубань – один из самых популярных среди желающих переехать субъектов России. Только за последний год край принял больше 60 тысяч человек на постоянное место жительства. Сегодня Кубань – это тот регион, который желанный для проживания, я уверен, многими и многими жителями нашей страны. И поэтому миграционные потоки, которые сегодня ощутимы и вами, в первую очередь, они явно будут расти. С 2015 года у нас переехало на постоянное место жительства в край практически более 200 тысяч человек. Миграционная ситуация, если уж говорить честно, вы прекрасно понимаете, почему я об этом застряю внимание, она напрямую влияет на все сферы жизни в нашем крае. Напрямую влияет на все сферы жизни. В том числе на развитие экономики, на стабильность рынка труда, на уровень преступности. Даже на социальное благополучие тоже влияет. Но тем не менее, еще раз подчеркиваю, мы эти процессы не остановим. Мы можем их только контролировать. Вы максимально профессионально подходите к решению ситуации, в том числе и конфликтных ситуаций. Вы позволяете нам сегодня сохранять Кубань стабильно и своими действиями, может быть, где-то еще на первый взгляд невидимыми, позволяете развивать нашу экономику. За это вам огромные слова благодарности. Мы видим, что государственные услуги оказываются на достаточно высоком уровне, повышается их качество, культура обслуживания. Вопросы совершенствования миграционного законодательства находятся в центре внимания депутатов. От всей души хочу поблагодарить вас за вашу работу, за ваш профессионализм. Каждый житель России хотя бы однажды обращался в органы миграционного контроля. Его сотрудники выдают паспорта и оформляют регистрацию, контролируют прибывающие в регион населения. Это около 3,5 миллионов госуслуг ежегодно только в Краснодарском крае. Многое сделано, но не меньше еще предстоит выполнить. Работа требует от сотрудников подразделений полной самоотдачи, мобилизации сил, верности служебному долгу. Уверен, что и впредь коллектив управления по вопросам миграции и подчиненные подразделения будут осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне. На протяжении последних лет Краснодарский край устойчиво входит в тройку регионов, которые лидируют по количеству миграционных потоков. Сегодня на Кубани в подразделениях контроля работают более тысячи сотрудников. Лучшим из них вручили ведомственные и региональные награды. Несколько человек получили благодарственные письма Министерства внутренних дел России и медаль за доблесть в службе. Губернатор Краснодарского края вручил полицейским награды за выдающийся вклад в развитие Кубани. На Кубани снизилась младенческая смертность. Такие данные озвучили на селекторном совещании по соцвопросам. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. В зале присутствовали министры, руководители департаментов, а также главврачи краевых больниц. Перед краем сейчас стоит задача успешно реализовать нацпроекты «Демография и здравоохранение». Для этого в первую очередь необходимо усилить контроль над первичным звеном, оповещать население о диспансеризации и профилактике, отправлять местных жителей к узким специалистам, чтобы выявлять недуги и онкозаболевания на ранней стадии. За восемь месяцев медосмотры прошли почти 700 тысяч человек. Во многих районах задачи справляются, но в некоторых к вопросу подошли халатно, в их числе Тихорецкие и Брюховецкие районы. «Половина населения вашего района не были у врача». «Не могу пояснить». «Не могу пояснить». «Ясно. Так, значит, выговор главному врачу за «не могу пояснить ситуацию в его районе». Это ваше предписное население. Эти люди ваши подопечные. В системе здравоохранения должны быть обозначены, приписаны к определенному лечебному учреждению. Вы этого не знали? Вы не знали того, что терапевт на местах должен сверяться по предписному населению? Я буду делать выводы по каждому. Тиховецкий, Брюховецкий, Щербиновский, Белоглинский, Пурганинский районы. Главные врачи получают выговоры». Также на совещании коснулись темы образования. Обсудили вопросы сборов на так называемые нужды класса. Родители иногда вынуждены сдавать деньги на благоустройство и уборку. При этом средства уже были выделены из краевого и муниципального бюджетов. Только на подготовку к этому учебному году в районы направили более 933 миллионов рублей. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 14 сентября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Выставка золотой сезона, фестиваль народных мастеров от СОУТ. Море золота, новинки фэйшн индустрии, скидки, акции, Сочинцы смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки. Другие поправки в законодательство вступят в силу 16 сентября. Они упростят процедуру комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. Но одно из положений позволяет гражданам узаконить фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает ту, что указано в Едином госреестре недвижимости. Узаконить фактически используемые лишние метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет. На него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого увеличения должна быть не больше 10% от площади, указанной в ЕГРН. В это воскресенье в России отметят День работников леса. Профессиональный праздник тех, кого работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, охраной лесов и их использованием. На юге России самые богатые лесные угодья расположены в границах Кавказского заповедника. Большая часть деревьев здесь – это ценные и особо ценные виды. Всего насчитывается 165 видов охраны и защиты леса – задача сотрудников Кавказского заповедника. Территория заповедника – 280 тысяч гектаров. Это самая большая особо охраняемая территория на европейской части континента. Заповедник расположен на территории трех субъектов Российской Федерации – Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаева Черкесской Республики. Из-за масштабов охранять такую территорию непросто. Границы заповедника не отделены забором от заказника нацпарка. Лесников как должности в заповеднике сегодня нет. Их функции выполняют госинспекторы. Они ежедневно патрулируют вверенные участки. Защита леса – это не только пресечение незаконной вырубки. Это и борьба с разжиганием костров, сбором редких растений, посещением туристами так называемых зон покоя вне официальных маршрутов и защита животных от браконьеров. Ежегодно выписываются штрафы на миллион рублей. В этом году уже составлено более 50 протоколов. Под небом Испании – так называется один из концертов в рамках 20-го международного фестиваля органной музыки, который в эти дни проходит в Сочи. Впервые на курорте зрители увидят и услышат невероятное сочетание двух совершенно разных по характеру музыкальных инструментов – органа и гитары. Концерт дуэта Марины Вяйзя и Александра Аспиранова пройдет в субботу, а сегодня на их репетиции побывала Татьяна Говоркова. Они такие разные и все-таки они вместе. Могущественный орган и мелодичная гитара. Представить такой ансамбль сложно, его нужно услышать. И такая возможность у сочинцев есть. Концерт пройдет в рамках юбилейного 20-го международного фестиваля органной музыки. В Сочи дуэт приехал впервые и сегодня у музыкантов состоялось первое знакомство с залом и инструментами. Очень приятный инструмент, богатый тембровый по звучанию. И мне кажется, нам, так как у меня стояла задача в дуэте с гитарой, например, в концерте «Аранхуэс» изобразить оркестр, мне кажется, что здесь это удается очень даже хорошо. Главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии и архангельский гитарист впервые сыграли дуэтом 4 года назад. Как оказалось, поле для совместного творчества довольно обширное. В репертуаре уже есть несколько программ. Эту собрали специально для Сочи. Для меня лично было большим открытием то, что испанская музыка практически вся с легкостью перекладывается на такой ансамбль, вот как гитара с органом. Вот у нас есть в программе такой танец «Солярис», это испанский народный танец. Я никогда не думал, что этот танец, типичный испанский, андалузский, яркий, очень темпераментный, фламенко, в общем, настоящее, может звучать с органом. Я просто себе этого не представлял, но когда мы попробовали впервые, это было очень здорово. Дело в том, что орган в старинной музыке привычен. А вот что касается струнных инструментов, то раньше чаще всего использовалась лютня, сейчас ее заменяет гитара. И с большим успехом. Испанские композиторы доминируют в концертной программе, отсюда и название «Под небом Испании». Но есть и произведения французских авторов, современная музыка Ханса Андре Штама и композиции в латиноамериканском стиле. В этом году фестиваль полон сюрпризов. Необычный союз инструментов можно будет услышать не только в субботу. На следующий день, 15 сентября, у нас программа «Орган» и ударные инструменты. Литавры, барабан, ударная установка, ксилофон. Тут называется немножко пошумим, да? То есть это тоже впервые. И тоже как бы представить, что к органу добавляется еще такой вот боекомплект из мира ударных инструментов, тоже, наверное, не каждый мог бы. Так что у нас таких, в общем, неожиданных сочетаний в этом сезоне немало. В зале органа и камерной музыки также выступят польский органист Богдан Нарлах, российские органистки Светлана Суханова и Людмила Голуб, а музыканты из города-побратима Баден-Баден сыграют произведения для органа и трубы. 29 сентября, в день закрытия фестиваля, сочинский симфонический оркестр даст концерт с венгерским музыкантом. Сочи сыграл с локомотивом в ничью таковы для двух футбольных клубов в итоге девятого тура первенства России среди молодежных команд. Матч проходил сегодня на центральном стадионе. Расскажет Ольга Десятого. Сегодняшняя игра для молодежного состава футбольного клуба Сочи – третья домашняя. Последние четыре матча барсы провели на выезде. Встречи с ЦСКА, Оренбургом, Уралом и Рубином нашим футболистам очков не принесли. Ну а сегодня на стороне сочинцев не только домашние стены, даже погода. Мы тренируемся тоже в жару, так что может быть даже локомотива будет сложнее. У них в Москве погода немножко отличается от этого, нам как бы более привычно. Настраиваемся на победу, мы работаем, стараемся. Где-то не хватает завершений, где-то удачи просто не хватает. Работаем, настраиваемся на каждый матч, будем бороться за победу. Позитивные прогнозы начали сбываться уже на 17-й минуте матча. Дальний угол ворот москвичей поразил полузащитник Сочи Никита Колдунов. Матч проходил в полдень, но на трибунах, несмотря на будний день и палящее солнце, все равно собрались болельщики. Просто поклонники футбола и те, кто планирует играть в него профессионально. Чтобы на примере немножко старших ребят, которые здесь присутствуют, играют в футбол, чтобы могли совершенствовать свое мастерство, чтобы учились. Удивительно, но и фанатский сектор москвичей тоже не пустовал. Среди болельщиков можно было увидеть с первого в истории России олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова. Он выступает за ЛОКО. Остальные приехали в Сочи поболеть за основной состав футбольного локомотива. Я с 99-го года болею за команду, и поскольку я оказался в Сочи, решил поддержать нашу молодежную команду в этом прекрасном городе. Наша молодежь – это наше будущее, и мы считаем, что их нужно поддерживать в любом случае. Великие слова. Мы приехали болеть за нашу основную команду, но поскольку мы здесь оказались, мы решили также поболеть за молодежь, чтобы их поддержать, чтобы они вышли вперед. Конец первого тайма порадовал болельщиков локомотива. За грубое нарушение арбитр удалил футболиста Сочи Семена Суриновича. Во второй половине матча удержать счет в меньшинстве барсы не смогли. Итог игры 1-1. Теперь в активе Сочи 6 очков и 14 место в турнирной таблице. Железнодорожники занимают третью строчку, у них 17 очков. Лидирует в первенстве России среди молодежных команд «Зенит» с 19 очками. Добавлю, что календарь игр молодежного первенства привязан к календарю российской премьер-лиги. Матчи проходят за день до игр основных команд в чемпионате. Сочи и «Локомотив» встретятся завтра на стадионе «Фишт». Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи с 10 по 13 октября пройдет ежегодный фестиваль бейсджампинга. В этом году в нем примут участие около 70 спортсменов со всего мира. Бейсджампинг – это прыжки с парашютом с фиксированных объектов. Из обычного парашютного спорта сюда приходят самые опытные. За плечами должно быть несколько сотен прыжков. В Сочи спортсмены прыгают со скайбриджа – самого длинного пешеходного подвесного моста в России. Он расположен на высоте более 207 метров от земли. В этом году ожидается, что в Сочи приедут около 70 опытных бейсджамперов из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. Всего будет совершено более 600 прыжков. Фестиваль ежегодно посещают около 2000 гостей. Одним из самых главных событий в прошлом году стал мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста. Такой прыжок на профессиональном сленге зовут «Многовей». В этом году спортсмены будут готовы установить новый рекорд. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.